привет народ у нас сегодня немножко другое место потому что так уж сложились обстоятельства что мне сейчас нужно посидеть немножко на другом месте но мы все равно в кухне как вы видите так что у нас сегодня вот столько и гор народ до 8 по моему 8 раз два три 4 5 6 7 8 штук да одна вроде бы и запакованная но в то же время и не запакованная но мы об этом поговорим когда мы до нее дойдем так вот народ предлагаю начать с обалденной игрухи 2011 года которая была сделана в начале для xbox 360 то есть этой игры dead island ее даже не было для playstation 3 вы можете себе представить ее сделали чуть ли не эксклюзивом то ли для xbox 360 вроде бы на компьютере она тоже была но короче sony обошли стороной не знаю почему и потом через много 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 лет игруха выходит в дефинитивном издании то есть вот в этой дефинитив коллекшн hd переиздание или ремастер если даже хотите в 2018 19 по моему году выходит для консолей playstation 4 и xbox one самое интересное что dead island народ у нас нет в германии то есть его как это бы сказать ее эту игру поставили на индекс знаете как у нас много игр ставят на индекс ставили в 2000 в 2000-х годах в playstation 2 в ю ве времена и она показалась для немецкого рынка слишком брутальная так вот и только потом по моему в 2019 там вот когда вышло вот это переиздание ремастер она у нас также вышла но я ее знаете как сказать поэтому по по старой привычке заказал ее конечно же со швейцарии то есть у нас есть как вы знаете как назвать то блин соседи швейцары и также и австрия так вот там продаются и фильмы и игры полностью анкад все конечно же полностью на немецком языке так как ну там все на немецком языке так что и вот я все равно по старой привычке все-таки взял со швейцарии и наконец-то игра появилась у меня в коллекции я в нее начинал не начинал а пробовал играть на xbox 360 в то время и вы знаете даже на боксе 360 там игрушка выглядела просто обалденно я не знаю конечно были вот эти вот все детские болезни как я их называю например экран рвался вот насчет экран рвался отлично помню вот чтоб fps проседала или что-то в этом роде такого по моему не было ну короче я поиграл где-то немножко и потом что-то как вы знаете изобилие игр опять взялся за другое там все это и так я в нее не поиграл сейчас наконец-то она уже давно доступна на диске но только сейчас у меня дошли до нее руки вообще тема зомби в открытом мире то есть это открытый мир если еще этого не сказал не сказать что меня как-то прикалывает но так как я сейчас просто хардкор на коллекционирую игры для xbox one то в принципе я уже знаете я хочу и то и то а тем более когда видишь что игра тем более у нас в германии недоступна думаешь мне надо брать и ну в принципе взял так что как кавер нам говорит здесь две полные игры то есть одна игра конечно же dead island а там еще есть по моему по моему еще какая-то ретроспектива этой игры не знаю вот что что я не сильно фэн ну короче вот такие вот у нас дела офигенная музыка используется в игре и кстати если еще даже этого не сказал то игра от польских разработчиков то есть она вообще вроде бы сделано на очень дешевом уровне но так круто все красиво то есть раньше когда мы говорили знаете это от польских разработчиков и всегда всего вы знаете как-то ухмылялись себе в кулачок как это принято а сейчас когда мы говорим польские разработчики это у нас сразу знаете первым делом в голове всплывает конечно же сиди red project или project red как они называются которые сделали ведьмака и сейчас делают cyberpunk 2077 по моему она так игра называется то есть там сразу уже респект без всяких этих так вот народ открытый мир обалденная просто обалденный остров главный герой после большой большой пьянки может быть я вам даже эту пьянку с офигенной музыкой показал может в начале а может и нет не знаю как пойдет просыпается и видит что каким-то образом вокруг все превратились в зомби вам нужно бегать что-то там я не знаю короче выживать и как ни странно игра по моему также относится к survival хоррором то есть почему survival хоррор потому что вам здесь банально нужно выживать вот какая-то вот эта вот игруха я не знаю то ли это какой-то намек на игры с автоматов или что не знаю короче мне самое главное здесь dead island присутствует в hd мастере хотел сказать ремейки игруха занимает 20 гигов на вью опа будем открывать на этом месте неудобно но ничего что-то приятовалась блин посмотрите на палец приятовалась вот так вот ее нужно отлепить на новом месте неудобно но будем как-нибудь знаете как-нибудь ну как-нибудь выйдем из положения дисочек офигенный просто вообще и насколько я знаю я повторюсь я не сильно фэн но по-моему dead island 2 уже тоже была анонсирована и уже в скором будущем выйдет и тем более для коллекции когда буду брать вторую часть то скорее всего видите ну прям это хорошо что я взял эту часть и как вы видите на диске не присутствует osk logo то есть что игра с 18 лет в нее можно играть то есть вы видите здесь pegi версия и restricted то есть вот это британская версия то есть видите это говорит о том что это нифига не немецкая версия так что в принципе в принципе то что я видел и то что я вам сейчас покажу вы сами посмотрите игруха блин я не знаю выглядит офигенно то есть ну сами посмотрите так что dead island рептайт почему я говорю рептайт потому что рептайт это вторая часть может быть dead island рептайт вы видели в том видео моей коллекции где я показывал xbox 360 игры которые поддерживаются по обратной совместимости на xbox one так вот там рептайт было так вот насколько я знаю этот рептайт здесь не содержится в этом в этом сборнике но это вообще я честно вот скажу вам по прямому по прямому все остальное это мусор самое главное dead island он имеется на диске в ремастере больше в принципе вам ничего знать и не надо и не надо и не надо и не надо это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что-то прикольное, народ, что-то прикольное. Я прям не знаю. Короче, как мне нравится вот этот подкассетничек и кавер, я прям не знаю. Вот этот... Посмотрите на эту рожу. В ней что-то есть, короче. Так как у нас игр мало, сегодня 8 штук. Так. И следующая игруха, народ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наконец-то она у меня. Речь идет о Dying Light. То есть, если кто не знает, эта игруха была вначале запланирована. Это survival horror, опять же. Она была запланирована сначала для PlayStation 3 и Xbox 360. Но разработчики, кстати, опять же, польские разработчики, которые сделали опять же вот этот вот Dead Island, который мы сейчас только смотрели, та же фирма, все. Ее даже, вот эту игру обзывали как бы вторая часть неофициальная. Но нет, сами польские разработчики это оправдали. Сказали, что нет, это нифига не вторая часть. Это как бы самостоятельная игра. Так вот, повторюсь, была сначала запланирована для PlayStation 3 и Xbox 360. Но из-за лимитации вот этой вот hardware, то есть, из-за лимитации железа, быстро полякские разработчики отказались от этой идеи. И в 2015 году... А, сначала ее, по-моему, 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 по-моему... Нет. Скорее всего, да. В 2015 году потом она просто, игра вышла уже для PlayStation 4 и Xbox One. Продалась в 5 миллионов и, судя по всему, ее назвали самая продаваемая на то время игра от японских, от польских разработчиков. Так что, народ, ну все круто. И опять же, опять же, старая история. В Германии вы этой игры не найдете, так как ее признали очень-очень брутальной в 2015 году, когда уже, в принципе, у нас не было вот этих вот всех, знаете... Я даже не знаю, как сказать, блин, вот эти вот лимитации на игры, на фильмы. То есть, это, опять же, одна из вообще из немногих игр, которую запретили. То есть, у нас немцы теперь не вырезают из игр ничего, а просто банально всю игру запрещают. И вот с 2015 года до сегодняшний день она не продается у нас в Германии, Dying Light. И, в принципе, ничего страшного. Я, опять же, с того магазина, который находится в Швейцарии, я взял полностью на немецком языке, так как, повторюсь, все игры используют немецкий язык. И, мало того, здесь не только сама главная игра Dying Light, а еще через некоторое время, немножко позже, там, 2016-2017, я не знаю, по-моему, 2016 год, вышло еще продолжение, которое называлось The Following, которое включало в себя вот все вот эти вот фишки. Видите, это как бы Box Enhanced Edition, как бы обработанная версия. У игры было много-много проблем. У нее были проблемы со сложностью, были проблемы с КАИ врагов, вообще со всем. И потом полярские разработчики ее доделали, довели до ума, обозвали игру Enhanced Edition и воткнули сюда и саму игру, как вы видите, Dying Light, и Beat the Zombie, Ultimate Survival Bundle, The Bozak Horde, Dying Light, The Following, вот это типа продолжения. Короче, напихали в этот сборник всего-всего. И я прям рад, что тот сборник, хотя я не знаю, выходила игра без всяких дополнений или нет, я, к сожалению, не знаю, может быть и к счастью. Вот эта игра у нас сейчас только в одиночном варианте продается, вот этот бандл весь, так что я его взял. Самое интересное, что даже на сайте Швейцарии, на том швейцарском сайте писали и пишут до сих пор, что в игре все DLC, все дополнения находятся на диске. То есть ничего, никакая докачка вам не нужно будет заниматься, так что это круто, это реально похвально народ. Вы можете, по-моему, насколько я знаю, даже играть и в кооперативе. Обалденный открытый город, просто вы знаете, как я отношусь к открытым городам, но здесь он более-менее такой, знаете, как это сказать, необширный. То есть я люблю маленькие такие, знаешь, знаете, open world, только которые, ну, в которых нельзя заблудиться. И вот городская тематика, плюс там пар деревьев стоит, там что-то, какие-то дома, вот такое мне нравится. Так что посмотрим. Я не уверен, буду ли я игру проходить, но, блин, оно выглядит, как говорится, мое почтение, ребята. Так что вот, вот, Xbox Live Multiplayer, да, с двух до пяти игроков можно играть. Игруха занимает 25 гигов, 2016 год, в 2018 вышел диск, в принципе, все правильно. И издатель у нас Warner Brothers, то есть те люди, которые издают, в принципе, Бэтмена. И если Warner Brothers даже взялась за польскую игру, то это уже о чем-то говорит. И я повторюсь, 5 миллионов проданных копий уже в 2015 году было. То есть она стартовала нереально удачно. Нифига себе. А, народ. Вы посмотрите, заговорился и даже не открыл эту штуку. Вы можете здесь себе представить? Мне кажется, это первый раз такая байда происходит в наших видео. То есть я реально ее не открыл и уже что-то пытаюсь открыть. А она не открывается ни в какую. Опа. Так, здесь княженцы, не княженцы, а какие-то спасибки от разработчиков. И, кстати, у нас один диск, ребята. А тут что-то он так стоит, как-то непонятно. Может, там два диска. Об этом я ничего не знаю. Нет, один диск, слава богу. Один диск. И, блин, красивый. Повторюсь и буду всегда повторяться, ребята. Я обожаю, когда диск белый. Белый фон какой-то. Короче, офигеть. Офигеть. И здесь какие-то... Ну-ка, я сейчас, ребята, посмотрю. Здесь у нас, повторюсь, спасибки от разработчиков, которые сделали игру DimeLight. И у нас княженцы, вы представляете? То есть, в принципе, все по-правильному. То есть у нас нету кода на загрузку DLC. У нас все уже как бы на диске. И плюс поляцкие разработчики нам дают княженцу. Понятно. Ага, это княженцы. Просто здесь много букв, как говорится. Ничего читать нам здесь не надо. Но все равно уже намного приятнее, чем вообще без ничего. Правильно же? Так что... И вы посмотрите, что-то с DimeLight у меня сегодня не складывается. Я его начал распаковывать не по-правильному. И сбил всю эту, знаете, всю последовательность моих телодвижений. И запутался. Так что, народ. DimeLight. Надеюсь, я вам смогу что-нибудь показать. В начале там, как всегда, вы опять же просыпаетесь, как это принято. И вы видите, что весь мир стал какими-то зомбарями непонятными. И в начале вам, конечно же, нужно туториал пройти. Вам там показывают игровые вот эти вот механики. Плюс вы должны как-то выйти в свет. И я вам покажу, постараюсь показать геймплей уже на улице, знаете. Опять же, что Dead Island, что DimeLight, никаких на моей памяти, по-моему, насколько я знаю, никаких не было enhancements, то есть улучшений для Xbox One X. То есть все игры идут в 1080p. Хотя могу чего-то соврать, не знаю. Но, насколько я знаю, улучшений не было. Кто sends the aircraft? The government? I would kill for a ticket outside. Who would? Going outside, yeah? Okay, new guy. Be careful out there. We've lost too many already. Okay, noob. You've got Dr. Zera set up in a semi-trailer on a fenced in plaincourt. When you leave the tower, hang a left and head due south. You can't miss it. It's Crane, kid. All right, all right. Crane. Just keep moving. There's no time to take in the sights. And try not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. All right. All right. Продолжение следует... 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 Можете взять, например, скомбинировать стул с холодильником и у вас получится рогатка какая-нибудь, знаете, или вот все в этом роде. Так что не совсем мое, но опять же нужно было брать. Игруха весит у нас, занимает 9 гигабайт и опять вот это вот меня прикалывает. Смотрите, диск made in Mexico, то есть диск сделан в Мексико и как мы видим на Onimusha точно такая же надпись. Обратите внимание, вот здесь вот видите, вот здесь вот синим диск сделан в Мексике, то есть 100% американские диски. Ну это круто, в коллекции иметь такое, это просто ух! Давайте откроем. Так. Прикольный такой матовый диск, ну короче, я не знаю, прикольно. Да, 2016 год, все правильно, ну. Ну, глянем, опять же, в игре нет никаких улучшений для Xbox One X, то есть это сугубо 1080p как на PlayStation 4, так и на Xbox One. Насколько я знаю, в игре также присутствует 60 FPS, то есть 60 кадров. Ну, Dead Rising. Прикольный доктор. Прикольный доктор. Б Fab! Продолжение следует... 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 Катей? Катей? Катей! Катей! Слышь! Катей, это я, это дядя! Это случилось снова, да? Как случилось с мамой! Ух, ё-моё! Ну и, конечно же, для кучи народ Dead Rising 3, который и у нас также продаётся в Германии, то есть, без проблем его можно взять, потому что, когда третья часть выходила, всё, уже у нас не было никаких запретов на игры, на фильмы, всё. Так что, она у нас также в открытой продаже, но так как я покупал игры не с Германией, так что я сразу до кучи ещё взял и Dead Rising 3. Опять же, народ, всё то же самое, только что мне понравилось, вот реально понравилось Dead Rising 3. Опять же, такая ситуация, народ, что, как вот по мне, может быть, сейчас кто-то скажет, ты больной, наверное. Нет, ну смотрите, у меня стоит приставка, да, как бы у меня имеется приставка, что PlayStation 4, что Xbox, да, что Xbox 360, то есть, можно где поиграть эту игру, но я в неё сам не играл и сам как бы не задавался вопросом её себе заиметь, прикупить, но я посмотрел от наших немчиков полностью Let's Play, который длился 100 с чем-то серий, то есть, каждая серия по 20 минут была. Вы можете представить, сколько я потратил время, но вы знаете, как иногда прикольно прийти после долгого, тяжёлого, такого, знаете, нудного рабочего дня зимой когда-нибудь, и когда у вас, ну я не знаю, 3 часа ещё и нужно уже спать ложиться, вы знаете, зимой очень быстро темнеет, я просто-напросто каждый вечер включал по 2-3 часа вот этот Dead Rising, пока я до конца не досмотрел, и вы знаете, я его смотрел как какой-то сериал, мне нравилось всё, особенно мне, конечно, нравились комментарии наших немчиков, то есть, они, может кто-то из вас скажет, как ты можешь смотреть немцев, они же там придурки или, как принято, америкосы тупые, нет, нифига подобного народ, есть во всех странах и во всех национальностях есть люди, которые нормальные, которые ненормальные, так вот, наши немчики, может быть, вы знаете, видели, в моём канале есть, я представляю, которые каналы, там мои друзья, это, конечно же, я представляю там Евгень Чапачём, Евгений, дружище, тебе и Роману, твоему сыну, большой привет, и спасибо вам большое, парни, за Sonic Mania, что вы показали в своём видео, я теперь обязательно её прикуплю, что Sonic Mania, что Sonic, по-моему, Genesis или Generation, как он называется, не помню, будет всё куплено, также AB Channel, дружище, и также там же я показываю и GameTube, и Rocket Beans TV, так вот, GameTube, именно, вот, они проходили эту игру, там, несколько сотен серий, с удовольствием посмотрел, самому играть неохота, вот вы понимаете, да, вот такой вот парадокс, что в первую, во вторую часть я ещё Dead Rising хочу поиграть, в эту часть вообще не тянет, но для кучи я её взял, так вот, о чём я это начал в самом начале, и меня опять не туда унесло, ребята, за что я опять извиняюсь, игра стала намного, не темнее, а как это сказать, намного, короче, намного прикольнее антураж стал у игры, она более такая, тёмная, более серьёзная стала, здесь серьёзность её, опять же, не пахнет, ребята, здесь такие приколы творятся, да такие, сортирный юмор, и ниже пояса юмора просто 99% в этой игре, просто излишество, но она намного круче мне понравилась, чем первые две части, так что 36 гигов, и насколько я знаю, это, как вы знаете, Dead Rising, он до сих пор является эксклюзивом Xbox One, насколько я знаю, хоть бы вам чего-то другого бы не сказать, но, ребята, опять же, повторюсь, эта информация у меня уже давно лежит в голове, может быть, уже выходила версия для плойки для четвёртой, так что, по-моему, по-моему, нет, и она входила в линейку продаж, в первую линейку продаж, игр, которые выходили вместе с консолью Xbox One в 2013 году, по-моему, ну-ка, давайте ради интереса год найдём, 2014, да, вроде бы, да, вроде бы тогда всё правильно, я помню, ребята, очень, очень много с того времени игр уже, как вы знаете, и пришло, и ушло, и просто уже забываешь, что, как, чему, прикольный дисок, прикольный Dead Rising 3, во-во-во, вот этот диск я тоже видел у Андрея, AB Channel, пиздружище, он тоже показывал, так что, ну, круто, будем играть, народ, будем играть, здесь у нас какой-то опять контент загружающий, бонусы какие-то, парни, вот даже не буду сейчас читать, что-то там пыжится, знаете, потому что оно мне абсолютно до фени, мне самое главное, что вот игра у меня есть на диске, и всё, так что, Dead Rising 3, народ. Продолжение следует... На помощь! На помощь! Эй, мне бы помощь не помешала! Продолжение следует... 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 То есть, как вы знаете, есть Call of Duty, Battlefield, GTA, а есть вот именно игры, которые держат все это построение. Если бы не было этих игр, мне кажется, все, у нас бы только Ассасины были, Ассасин Скриды и все, и мобилки. Благодаря этим играм у нас есть вот такая обалденная игровая индустрия. Так вот, все эти три части, ребята, это официальные три части. Это тоже как бы официальное продолжение, но это нифига не четвертая часть. Официальная четвертая часть скоро будет, я надеюсь, или по крайней мере скоро будет анонс. В первой части вы дрались за войну, во второй части вы дрались за смерть, в третьей вы дрались за ярость и в четвертой за Страйда. Я, к сожалению, не знаю, как его русские умельцы переведут, но его зовут Страйдер. У него два ствола. Игрушка Darksiders Genesis это вид с изо перспективой. Изо перспектива, ребята, это Diablo перспектива, то есть сверху, но немножко под боком. Но в игре присутствуют прыжки, перекаты, все почти то же самое, что в нормальных, в нормальных, в стандартных, как бы в оригинальных играх. Но в этой игре вам дают поучаствовать сразу или побиться сразу двумя персонажами. Это Страйдер и войной. Война, как всегда, ближний бой, мечи и все такое, а Страйдер вот этими вот пистолетами и все. И вы посмотрите, как офигенно все выглядит на белом фоне. И, к сожалению, у нас есть только оптимизация для Xbox One X, но нет никакого 4K Ultra HD. Но окей. Надеемся на патч, ребята, надеемся на патч. И, блин, THQ Nordic. Респект. Респект за вот этот офигенный спин-офф. Ах, жду четвертую часть, народ. Очень-очень жду. Красота неимоверная. Также бегаете, убиваете, поднимаетесь по уровню, то есть получаете какие-то очки, применяете, вы становитесь сильнее. И самое, что мне кажется, помнится, то враги, они не идут за левлом, за вами автоматически, а они становятся реально слабее. И, знаете, вот как в нормальных RPG, когда ты становишься сильнее, то все враги автоматически становятся слабее. А не так, как в каких-то, я не помню, по-моему, в каком-то Mass Effect или что-то я сейчас помню, в какой-то игре меня это бесило. Ты большого уровня 30-го и все твои враги 30-го уровня. Ну, в чем прикол? У тебя нету такого филинга, такого, знаете, такого ощущения, что ты как бы повзрослел в этой игре, знаете, что ты типа набрался опыта. Тебя все пинают точно так же, как в начале, так и в конце. Здесь, по-моему, такого нету. Сразу вы видите, игруха весит 15 гигабайт и у нас есть аудио на русском языке даже и субтитры. То есть полностью игра переведена на русский язык этими словами. Это не может не радовать. Очень-очень жду четвертую часть. И самое интересное, представляете, народ, эта игруха, как я и повторюсь, это такой нишевый проект, это AA проект. Это те же самые игры, как, например, помните, A Plague Tale Innocence. То есть это твердые четверки игры, которые ни на какие высоты не стремятся. Вот чисто вот выходят, их покупают люди, знающие примерно, как я, что я покупаю. Я знаю, что мне нужна эта игра и я ее покупаю. Но, например, насколько я знаю, молодежь, никто не возьмет эту игру. Так что, блин, ну, я прям обожаю вот эти все игры, вот эти вот, знаете, вот эти вот нишевые проекты. Это самое-самое-самое классное, что только есть. Не знаю, потерял мысль, хотел вам что-то здесь опять выпендриться, рассказать, но вот чувствую, забыл. Так что, народ, Darksiders Genesis. Девушки отдыхают. 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 Ещё один трофей! Ну, хоть какая-то движуха. Разомнёмся. Ух, и пока, блин, я здесь, геймплейчик мы с вами смотрели, я вспомнил, чем я хотел выпендриться. Это нифига не выпендрёшь было, просто информация. Когда игрушка вышла где-то две недели назад, она стоила нормальных денег, то есть она стоила у нас 40 евро. Сейчас, я не знаю, с чем это связано, но я могу представить, это, конечно, связано с продажами. Игра у нас просто стремительно упала на 25 евро, то есть 15 евро, как с куста, хлоп и нету. Что на PlayStation 4, что на Xbox One. Понимаете, да, о чём говорят? То есть я уже в каком-то видео говорил, что только первые недели засчитываются, по-моему, первые две недели засчитываются продажами фирмы. То есть чем больше продали, тем лучше. Две недели проходит всё. Если игра продалась хорошо, это хорошо. Если плохо, то это плохо. Так что, судя по всему, Dark Souls Genesis продалась плохо. Потому что через две недели просто-напросто на 15 евро сбавили цену. И самое интересное, что, народ, вы будете смеяться. Я взял её за полную цену. Вы можете представить, я её взял, а через два дня смотрю 25 евро. То есть я переплатил за эту игру 15 евро. Но я надеюсь, искренне надеюсь, что все деньги до цента каким-то образом дойдут вот этой вот офигенной фирме. Блин, какие же они молодцы, те HQ Nordic. Молодцы. Так что, народ, Darksiders Genesis. Блин, больше не будем здесь о нём разговаривать. По-быстренькому, ребята. Вы, если помните, прошлое видео. Я там показывал Mighty или позапрошлое видео про игры, где мы ещё с вами Mediamarkt посетили. Я обещаю, ребята, будет ещё видео выход или вылаз, как это сказать, блин. Дизлокация будет в Mediamarkt. И там уже мы посмотрим на PlayStation 4 игры. Потому что я серьёзно, ребята, я как-то не задумываясь в прошлом видео, прошёлся только по Xbox играм. Потому что у меня была цель взять Ace Combat. Я прошёлся по Xbox, а потом, когда уже видео рендерил, думаю, блин, а я же в Соньку не зашёл. Я думаю, ё-моё, ну ничего страшного. Для следующего видео будет тогда тема. Может быть, когда The Last of Us 2 выйдет, мы сходим за ним. Не знаю. Хотя я не сильно жду, но окей. Мы возьмём. Потому что такие эксклюзивы всё равно нужно будет поиграть на консоли PlayStation 4, пока старушка не уйдёт на пенсию. Потому что кто знает, можно ли будет в The Last of Us 2, в диск, который вы купите для PlayStation 4, поиграть на PlayStation 5. Никому не ясно. Как Microsoft сказали, если вы покупаете игру на Xbox One, когда уже Xbox Series X выйдет, то вы автоматически со Smart Delivery, это такая опция, получаете. При покупке Xbox Series X получаете бесплатно апдейт или апгрейд игры для Xbox Series X. То есть у вас она будет полностью идти лучше, чем на Xbox One. На PlayStation, как показывает практика до сегодняшнего дня, если у вас есть эта игра, то будьте добры всё равно её купить ещё и на следующем поколении консоли. Это было с The Last of Us, так и со множеством других игр. И даже, как вы помните, если у вас есть, например, игра, допустим, сейчас вот быстро из потолка Resident Evil, а код Вероника X на PlayStation 2 на диске, то Sony это не волнует. Вы всё равно из Store должны купить эту игру заново. А на Xbox, вы знаете, если у вас есть те или иные игры с Xbox 360 или с Xbox Original, то ничего больше вам покупать не надо. Вы вставляете диск в привод, у вас скачивается бесплатная версия. Так что здесь можно спекулировать, что да как. И если Sony сделает, например, если люди сейчас, которые купят The Last of Us Part II, и они будут вынуждены купить ещё новую версию для PlayStation 5 The Last of Us Part II, там с Enhanced Edition. Ребята, это будет последним гвоздём в крышку гроба от меня, Sony. Я жду PlayStation 5. Я надеюсь, что Sony, блин, возьмёт всё, как говорится, знаете, в руки и сделает всё по-нормальному, смотря на Microsoft. Но если они начнут опять гнуть свою линию, вот эту, что за каждую игру плати деньги, если она у тебя нету, 5 консолей, бери на 5 консолей разную версию. Ребята, я не знаю. Это опять, извиняюсь, наболело. Все фэнные PlayStation, ребятки, ни в коем случае не гнобите меня. У меня все консоли я обожаю и ту, и другую. Только в этом поколении я полностью перешёл на Xbox One. В принципе, ребята, 4 минуты чего-то здесь уже наговорил, а игре ни слова. Мегамэн. В прошлом поколении я покупал Mighty No.9, и она мне очень сильно понравилась. И это, в принципе, то же самое, только это настоящий Мегамэн, короче. Игрушка была сделана к 30-му юбилейному, 30-му юбилею компании Capcom, или самого Мегамэна. Игрушка хардкор, ребята. Что старые Мегамэны, что этот Мегамэн. Очень-очень хардкорная игра, и вы здесь не сможете пройти ни метра, не заучивая локации. То есть, убивают всё и вся. То есть, это тот же самый Dark Souls, даже может быть ещё похлеще, но только в 2D мире. Нужно полностью заучивать шаги и бегать, и знать, где уже тебя там стреляет, там укалывает, там тебя убивает, там поджигает. И вы должны вот это, знаете, не избавляться, а как не попадаться вот на эти вот приколы врагов. Так что, насколько я знаю, по-моему, я не знаю где, но или демку где-то играл, может быть даже у племеша, может ещё что-то, не помню. Но я знаю, что я тут 2 минуты поиграл, думаю, what the fuck, нифига себе, или я стал стар для таких игр, или ещё что-то. Но нет, по-моему, здесь нужно просто-напросто всё наизусть изучивать. 4K Ultra HD, оптимизация для Xbox One X. Класс! Не буду сейчас говорить, нативная ли здесь, или не нативная, не знаю, посмотрим. Но самое главное, значок 4K Ultra HD есть. Вот так вот бегает Mega Man, и во всех стреляет. У нас также ещё, не у нас, а в Америке, выходила коллекция Mega Man. Но там, как я посмотрел, вы просто-напросто ставите диск в приставку, и у вас там, по-моему, через эмулятор, или через что, я не знаю, идут обыкновенные старые версии игр. То есть, я не сказать, что я фэн такого, но, может быть, когда-нибудь появится, чем бог не шутки. 2018 год, игруха занимает 3 гигабайта, то есть, очень-очень мало занимает игруха места. Блин, вот здесь всё на этого нам налеплено, у меня руки уже прилипают здесь. И диск, обыкновенный, такой непонятный, тёмный, синий диск. Окей, Mega Man 11 часть. Почему 11, ребята, я не знаю, может быть, там реально были уже 10-й, 9-й, не знаю. Я знаю вот только Mega Man 11, я знаю Mighty No. 9, то есть Mighty No. 9, и знаю коллекцию Mega Man. Ни в одного я не играл на консолях, на каких на консолях выходил, на Dendy, по-моему, ни в одного не играл. Так что, как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Состояние DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Офигенную игруху DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боссы Все боссы сделаны Mahiro Maeda Одним самым известным Японским аниме Рисователем Который принимал Участие в Blue Submarine Номер 6 AnyMatrix The Second Второе восстание И Kill Bill Первая часть Ребята Я вот этого вообще Ничего не знал Но окей Это даже еще Подогревает Подогревает мой интерес к игре и локальный кооп для двух игроков в истории, то есть в режиме история. К сожалению, по лайфу нельзя, но окей, на одном диване можно играть вдвоем. Круто. 2 гигабайта игруха занимает, и вот, пожалуйста, игруха. Давайте глянем, потому что здесь нужно... Да, все отлично. Я просто не хочу сейчас поднимать вот так, потому что я засвечу всю камеру светом. И... Нифига себе, короче, брал чисто наугад, так как те HQ Nordic, и плюс еще леталка такая прикольная, с офигенной графикой, здесь вы посмотрите. Музыка от Акиры Ямаока, блин. Боссы. Рисовал Махиро Маэда. Блин. Народ. Прям не знаю, что и сказать. Ито, это Триад. Мы на риф. Прям не знаю, Акида. Активити в конфиненте района, это как мы ожидали. Я сделаю немного звук, чтобы привести их внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Повторюсь, эти игры ждали своего момента. Я хотел сделать двухчасовое юбилейное или даже трехчасовое юбилейное видео, но потом решил, что, блин, мне это все рендерить до новых веников народ. Так как, может быть, если кто из вас его не знает, мой компьютер это еще то ведро. Он, конечно, не такое, знаете, не совсем ведро, оно такое, знаете, нержавейкое, можно даже сказать, малированное или эмалированное, как правильно говорится. Но, поверьте мне, в скором времени я куплю себе нормальное ведро, такое, знаете, прям ух, хорошее-хорошее такое ведро, может быть, даже из дерева. И вот тогда я буду рендерить эти 4К 60 FPS ролики без проблем. Сейчас мне очень трудно делать, не делать, а рендерить ролики, которые больше полтора часа, то есть реально долго. И потом YouTube еще мозги парит с вот этим, знаете, рендером. Так что, народ, у нас сегодня было 8 игр, это Dead Island, в ремастере это Dying Light, Enhanced Edition, Dead Rising, первая, вторая, третья часть, Darksiders, Genesis, офигенная, Mega Man 11 и Sign More, Sign More X. Так что, народ, вот такие игрушки у нас сегодня были. Так что, надеюсь, вам понравилось видео. Мне нравится до сих пор клепать такие видео и вместе с вами распаковывать раньше. То есть, 2 года назад я начал этим делом заниматься и мне до сих пор нравится, слава богу, знаете, такое хобби неплохое. Но много раз задумался, что как жалко, ребята, как жалко, что, вы знаете, я с какого года уже коллекционирую игры и сколько я открыл просто-напросто без вас. Сам собой, знаете, так и сел где-то в углу в тенечке, открыл там, знаете, с такой улыбкой. И все. А как интересно все-таки открывать и с вами об этом, обо всем рассказывать, читать ваши комментарии и все такое. Так что, народ, еще раз извиняйте за 70-й выпуск, что не получилось какого-то юбилейного. Ну, в принципе, 70, ребята, ну, столько не живут. Уже такие юбилеи, мне кажется, не празднуют. Шутка, конечно, не дай бог. Так вот, увидимся всем с первым. Там будут опять игры, потому что фильмов я пока взял, как говорится, генук по-немецки. То есть, пока хватит, ребята. Я уже в прошлом видео, вы помните, я их взял 21 штуку. Я уже посмотрел 8. Так что мне еще немножко, и я прошлое пополнение коллекции все пересмотрю. Нравится. До сих пор фильмы 90-е. Ребята, если из вас люди есть, зрители, которым уже за 30, я вам советую это видео посмотреть. Оно офигенное. Там столько офигенных фильмов. Так что, народ, всем всего, всем всех благ, увидимся, чао.